31 марта для жителей станицы Анастасиевской памятная и скорбная дата. 78 лет назад бойцы Красной Армии в результате кровопролитных боев освободили этот населенный пункт от немецко-фашистских захватчиков. Свой день победы жители Анастасиевской отметили на мемориальном комплексе, где прошел торжественный митинг. Подробности в следующем материале выпуска. Торжества проходили на мемориальном комплексе в центре станицы. Именно здесь в 1943 году после освобождения Анастасиевской жители в основном это были женщины и дети хоронили погибших советских солдат. На первом памятнике значилось 465 фамилий. Сейчас после проведенных поисковых работ на гранитных плитах высечено более 3000 имен советских воинов, сложивших свои головы за освобождение станицы. Сегодня мы отмечаем освобождение нашей станицы от немецко-фашистских захватчиков. Отдаем дань уважения и памяти нашим освободителям, труженикам тыла, детям войны, вспоминаем всех погибших на различных фронтах войны. 78 лет прошло с тех пор, как войска Красной Армии в ходе упорных боев освободили станицу и хутора от фашистской нечисти. И на нашу землю пришел долгожданный мир. Мы отдаем дань ныне здравствующим ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны, несовершеннолетним узникам, которые сегодня по мере своего здоровья встречаются с молодежью, рассказывают о мужестве и подвигах советских солдат. В числе почетных гостей торжественного мероприятия был председатель районного совета Григорий Литовко, для которого станица Анастасиевская является малой родиной, а день ее освобождения – особый праздник. Дорогие жители станицы Анастасиевской, уважаемые ветераны, дети войны, дорогие наши учащиеся, я хотел бы от имени главы муниципального образования Славянский район Романовича Синеговского, от имени совета района поздравить всех нас 78-й годовщиной освобождения нашей станицы Анастасиевской от немецко-фашистских захватчиков. И вот хочется сегодня сказать нашей молодежи, чтобы помнили подвиг своих отцов, дедов, прадедов. Многие здесь, увековеченные в этих стеллах, фамилии, дедушек, надо сюда приходить и помнить, что и гордиться ими, что это были настоящие освободители, герои своего отечества. Они все сделали для того, чтобы мы сегодня мирно жили, трудились, растили детей. Подрастающее поколение помнит и чтит историю Великой Отечественной войны, историю освобождения своей малой родины от немецко-фашистских захватчиков. Солдатам-победителям они посвятили стихи. Мы склонились низко-низко, у подножья обелиска, Наш венок отцвел на нем жирким пламенным огнем. Мир солдаты защищали, жизнь за нас они отдали, Сохраним в сердцах своих память светлую о них. За годы войны из станицы на фронт ушло свыше трех тысяч анастасиевцев. Более половины из них не вернулись. Триста были замучены в фашистских концлагерях. В память о тех, кто сражался, не жалея ни сил, ни жизни, чтобы спасти свою страну, свой народ от гибели, анастасиевцы почтили минутой молчания. А после к вечному огню возложили цветы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». На сегодня это были все новости, подготовленные Славянской муниципальной телерадиокомпанией. Спасибо за внимание. Берегитесь.